Спасибо, Саша, но мы продолжаем наш эфир и нашим телезрителям. И, кстати, тебе, Ира, тоже хочу напомнить, что на территории полуострова продолжается кампания по вакцинации. Обращаю ваше внимание, что сделать это можно абсолютно бесплатно для всех жителей. Для этого важно просто прийти в поликлинику, в больницу, где вы и получите инъекцию, которая может вас защитить и даже защитит вас от заболевания, от серьезных последствий болезни. А вот ты уже сделал вакцинацию? Я уже сделал. Я был, наверное, в числе первых, кто пошел, потому что не хочется зимой болеть. Самое интересное, кстати, хочу обратить внимание, что даже после вакцинации заболеть гриппом можно, но стоит понимать, что болезнь пройдет намного быстрее и не будет тех самых осложнений, которыми, кстати, грипп и опасен. И в продолжении темы хотелось бы рассказать в целом о работе медиков, о врачебной деятельности, потому что это важно. И если так можно выразиться, в конце осени с наступлением холодов, зимой, к ним целый аншлаг людей, потому что многие заболевают. Но, кстати, санитарная медицина, об этом вот хотел бы рассказать. Правда, вот сейчас понимаю, что знаю я об этом не так много, как наш корреспондент Салия Салямова, который продолжит эфир. Год назад Юрий Харченко, повидавший горячие точки Северного Кавказа и Ближнего Востока, был командирован в Крым. Здесь впервые за 30-летнюю карьеру летчик сел за штурвал не военного, а медицинского вертолета. Теперь к 3000 летных часов прибавились и сотни спасенных жизней. Незначительные порывы ветра будут вот, ну, незначительные. То есть вот тот холодный фронт, который вчера проходил с ветром, он сейчас ушел. Вот, и вот у нас, так сказать, идет сейчас тыловая часть холодного фронта, которая сопровождается ослаблением ветра. И, ну, к сожалению, могу сказать, что завтра будет дождик. В санитарной авиации нелетной погоды не бывает, а значит, любой поступивший звонок может поднять вертолет в небо, прежде чем сесть. За штурвал у Юрия Харченко есть всего полчаса, чтобы проложить маршрут, рассчитать предельный взлетный вес, запас топлива, минимальную безопасную высоту и скорость полета. Летаем мы практически каждый день и совершаем от двух до трех вылетов. Иногда, иногда даже чаще. То есть каждый вылет и каждый день. В переводе с татарского «Ансад» значит «простой». Вертолет отечественного производства действительно прост как в управлении, так и в содержании. К тому же легкий маневренный может сесть в самых труднодоступных местах. Будь то плохая дорога, крыша здания или кукурузное поле. И самое главное, оснащен всем необходимым медоборудованием, что позволяет врачам на борту поддерживать жизнедеятельность пациента. Здесь есть прибор для вентиляции легких, а также кардиомонитор и инфузионные насосы, что служат для дозированного ведения лекарства во время перелета. Именно все это оборудование делает «Ансадзе», как ласково его называют сами пилоты, воздушной реанимацией или авиационным реанимобилем. До Керчи на автомобиле 3-4 часа, на «Ансадзе» 60 минут. В распоряжении небесных хирургов не так много времени, ведь нередко речь идет об инсультах, инфарктах, сложных травмах. И сегодня санавиация действительно самая скорая и надежная помощь. Мы перевозим и новорожденных, которым буквально даже нет и одного дня. То есть несколько часов, вот здесь такие детишки, очень-очень маленькие, которые требуют повышенного внимания, требуют аккуратности в полете. Вторым днем рождения санавиации в Крыму считают июль 2017-го. Сейчас она снова набирает высоту. Уже 22 больницы обзавелись вертолетными площадками. В ближайшем будущем их станет в два раза больше. С Илья Салямова, Руслан Трохлов. Утро нового дня.